Игнатихович, молитесь! Боже, будь ловит ко мне грешного! Создав ими, Господи, помилуй меня! Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй! Достойно есть якова истину, блажите Тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, счастнейшую Хрубим и славнейшую воистину Серафим, Без истления Бога, Слова Рожащую Исущую, Богородицу Тебя величаем! Слава Свою Сыну и Святому Духу! И ныне, и пресно, и вовеки, веку вами! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Воскресе измертвое, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Молитву ради причастия Твоей Матери, силы щаснага Животворящего Креста, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых! Помилуй и спаси нас, яко благое сие человека любит! Аминь! Боже, будь милостив ко мне грешного! Создав имя, Господи, помилуй меня! Бесчиславец и грешил, Господи! Прости меня грешного и помилуй! За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Аминь! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе всяческих ради! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе всяческих ради! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе всяческих ради! Боже, очисти меня грешным, яко не хорише благое сотворив пред Тобое, но избави меня от рукавы, да будь мне воля Твоя! Да и осужденно отверзу уста мои недостойного, скволи имя Твое Святое! Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и вовеки витого, Аминь! Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сын, вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прийди и вселися вны, и очисти ны от всяких скверны, и спаси блажи души наши! Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и вовеки веков, аминь! Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши! Владыка, прости беззаконие наше! Святый, посети и сели немощи наше, имени Твоего ради! Господи, помилуй нас! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно и вовеки веков, аминь! Отче наш, иже истина небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он и небеси, и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем ножником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, силы и слава вовеке, аминь! Поставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню, пеемте сильные. Свят, 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 если Божий, Богородица, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрались на возвик, меси Господи, умы, просвети сердце, и в сне мое твердзовое же петь, и Тя святая Троица. Свят, 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 если Божий, Богородица, помилуй нас! И ныне, и пристно, и во веки, веков, аминь! Внезапно Судья приидет, и каего же деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Божий, Богородицу и помилуй нас! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! От сна в основу благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко многим рад Твоя благость и долготерпение. Не прогрелся на мне лениво и грешно, не поубил меня с обеззаконием моими. Но человек олюбствовал Иси обычно, и в нечаянии лежащий гамазил мне Иси. Воежеутрие, те славослой, те державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои устав, поущайтесь со словесием Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание, и середей, ищи, Воспевайте все святое имя Твоя, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Царем и нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. Псалом 140 Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемни голос умоления моего, когда взываю к Тебе, да направится молитва моя, как фимиан пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих, не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных, вместе с людьми, делающими беззаконие. И да не вкушу я от сластей их, пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей. Но мольбы мои против злодействий их, вожди их рассыпались по утесам, и слышат слова мои, что они кротки, как будто землю рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней. Но к тебе, Господи, Господи, очи мои, на тебя уповаю, не отринь души моей, сохрани меня от силков, поставленных для меня, оттенет беззаконников. Падут нечестивые все эти свои, а я перейду. 141-й псалом Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился, излил пред Ним моление мое, печаль мою открыл Ему. Когда изнемогал во мне Дух мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня, не стало для меня убежище. Никто не заботится о душе моей. Я возвал к тебе, Господи, и сказал, Ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внимли им воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние. 142-й псалом. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, а немело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рану услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, дух Твой благий, доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я раб Твой. Слава Твою, Сыну и Святому Духу, ныне и пресной во веки веков. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной во веки веков. Аминь. Благомилостивый и всемилостивый Божий мой, Господь Иисус Христос, во великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати. Если бы Ты из-за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но, скорее, долгом. Истинно так, богатый состраданием и неизреченный в милости. Ибо Ты сказал, «О Христос мой, верующий в меня, будет жить и не увидит смерти во веки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот, я верую, спаси меня, ибо Ты, Бог мой и Создатель». «Овмениться же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь Ты никаких дел, оправдывающих меня. Но вместо всех дел да будет довольна верой моей. Пусть она отвечает, пусть она оправдает меня, пусть она соделает меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана, и да не похвалится тем, что отторг меня от Твоей Слово Божие руки и защиты». «Но хочу ли или не хочу, спаси меня, Христос, Спаситель мой, скорее приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю. Ты, Бог мой, от чрева матери моей, сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех, и вновь послужить Тебе без лености, как я прежде работал на сатану обольстителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему, и Иисусу Христу, во все дни жизни моей, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь». Аминь. «Святой Ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения». «О, Святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни жизни моей. И если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом и молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и соделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь». «Аминь». «Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего уныния, забвения, неразумия, нерадения и все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламень страстей моих, ибо я нищ и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов и Твое причесное имя славится во веки веков. Аминь. Каждый свое имя называйте. Молите Бога на святые угодники Божии и Гнать Николаев Игорь ибо мы сядны к Вам прибегаем к скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Благородица, Дева, радуйся, обрадуна Мария, Господь с Тобою. Благословен Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, Яко родила Иси Христа Спаса, Избавителя душам нашим, непобедимая Божественная Сила Честного, Животворящего Христа Господня, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси Господи, люди Твои, благослови достояния Твои, победа на сопротивные дары Твои, Сохраняй Крестом, Твоим жительством. Спаси Господи, помил от самого духовного, родителей, стройников, благодетелей, метротополитов, Марко, Николая, Агапангела, Тихона, Антония, священные Ирина, Акима, Павла, Геннадия, Сергея, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Зосима, Владимира, Максима, Андрея и Глебу, не дай погибнусь, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Франциска Корнирия, Александра Диадура, митрополита Тихона Илариона и весь священнический и иноческий чин. И вы, священнические служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священника, разъемного свыше, который и благовестниками является, и место для занятий. Смири власть и воинствуй их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей. Умудри их издавать и исполнять добрые законы, дабы дали достойно жить людям, чтобы было еще уделять нуждающимся и сохранить от покушения на них. Преобразуй их сердца, духовное, Владимира Михаила, Андрея, Джозеппе, Рамзана, Владимира Александра Эльдогена и всех правителей, начальствующих в мире, с которых будет строгое взыскание на суде Божьем, о чем свидетельствует Святая Библия. Слава Тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные собой. Да и спаси нам добрых помощников, наставников, советников. Да будет благословен этот день, которого никогда не было во Вселенной, и мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем. Научи нас во всем доверяться Твоей заботе, Твоему пробу свою о нас. Ибо верующих в Тебя, рожденных свыше, водимых Духом Святым, с радостью исполняющими все Твои святые заповеди, Ты дал наименование, сказав «Святые мои, избранные мои». Боже, помоги ему оправдать эти дивные названия, быть достойным моих и в вечности быть с Тобою. Слава Тебе, Христе Божий наш! Мы просим, защити жилища наше, селения и живущих здесь от пожара, воров, потопа, от всего, что не славит Господа. И благослови живущих здесь Андрея, Игоря, Игоря, Владимиру, дай веру. Благослови Людмилу, Владимира, Любовь, Алексея, Иосифа. И всех нас, предстоящих перед Тобою. Слава Тебе, Христе Божий наш! Слава Тебе, ибо нет иного Бога, кроме Тебя, столь любящего создания Своего. Благослови Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадо их, Юлию, Александр, Александр, Сергея, Сергея. Господи, возри на угрозы в рыбу, на их непрерывные потоки лжи. И они не скрывают, что ставят задачу уничтожить это православное селение и наше интернетное содружество. По всем признакам показывают, что они, вероятнее всего, похвалили Духа Святого. Ни одна молитва не доходит для Тебя, Христе Божий наш. И в судный день не поменей их безумие, что они творят. Земля-то поглотит все, что изрыгает их несчастье и уста. Да не коснется сосердеств верующих. И нас помилуй, милости Твоей ради. Благословь благодетели наших, воздаем добром всей жизни и будущим. Нилена, Ирина, обрати Евгения, Наталья, Надежда, Юлия, Эдуарда. Мы просили помочь нам, Господи, переиздать трехтомник Нового Завета с толкованием блаженного к эфилактой, с комментариями и к истинному православию. Ты более того сделал, что издали проповеди в стихах. Хвала Тебе, Боже! Помоги нам издать проповеди во свете Святой Библии. Для Слова Божия нет уст. Мы надеемся на милость Твою. Ты богатый милостью и щедротами. Помоги нам, Господи, нищим и убогим. Хвала Тебе, Господи! Слава Тебе, милосердный Создатель! Добудь благословение на нас! Благослови тех, кто готовится к окрещению! Помоги им навсегда расстаться с тем, что было ненужно и Тебе в ей жизни! Благослови все наше родство на идее Евдокея, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Ирену, Марию, Татьяну. И благослови путешествующих, Раису, Льва, Виктора, Галину. И всех, кто в пути, Господи! Только Ты знаешь, как их провести. Хвала Тебе, Господи, за друзей, которые прибыли, и Ты защитил и сохранил их от опасностей, какие угрожали им. Благослови, Господи, болящие! Дай силу безропотно перенести страдания. И пошли мы с Целения Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Павла, Даниила, Михаила, Надежду, Людмилу, Любовь, Дежду, Александру, Нианилу, Агнию. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. По Твоему благоволению, Боже, все это может оказаться полезным и спасительным для нашей бессмертной души. Господи, прибудь с нами. Между нами добудет мир, любовь и согласие по Слову Твоему, как Ты хранил нас для сегодня. Аллилуйя! Упокой, Господи, в обители небесных усопших, отец и братья наших, родителей, родников, благодетелей, всех православных христиан. Ибо нет человека на земле, который живя не согрешил бы. И прости им всякое согрешение, вольное и невольное. И душам нашим полезно сотворить. Аллилуйя! Хвала Тебя, наш Господь! Воздай милостью всем, кто строил эти жилища, в которых мы находимся, находя спасение от непогоды, от всего, что не славит Тебя. Эти храмы, в которых мы находим единение в общих молитвах. Воздай им вечности добро. И даруй доброе жилище Сергею и Гавриилу. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Его, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь самого. Вся земля полна, слава Его. Аллилуйя! Слава, Вышний Бог, Он на земле, мир человека, благоволение. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебе, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и канона Церкви Соборов, как на истину. Аллилуйя! И в вечности вознай милостью всем, кто трудился над моей душой и возрастаниями к Тебе, Мария, Степана, Александра, Михаила и Анна. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас, молитвами Твоими святыми и покроем оформу в любви, зависть и счастье, и выход всего, что не славит Господа. Господи, благослови всех, кто помогал совершить на миссионерские путешествия по всей стране и по многим государствам. И посеянное нами дадас им в будущем обильные плоды обращения душ. Богослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду Владимира, Дмитрия, Надежда, Людмила Сергея, Наума, Валентину, Самиру, Кирилла. Аллилуйя! Ангел Христов, Хранитель мой Святой, моли Бога о мне гречи. Благодарю Тебя, мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранила, защищала меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Прошу, не покинешь смертный час, когда душа будет разлучать Тебя, и проведи душу мою помытаться в страшном и непонятном, и веди душу мою навеки в царствах Христа Бога нашего. Аллилуйя! Я, Христов, притеча Христов, моли Бога о нас, Господи, мужчины жители в бедности. Имея пропитание, одежду, жилье, быть благочестимым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономном, и видеть нуждающийся в нашей помощи и по мере сил помогать им. Слава Тебе, Христе Божий наш! Моли Бога о нас, Святитель Христов Никола Мерлитийский, чудотворец, образ скротости, воздержания, добрый архипастырь, и о нашей живности, через которую Господь облегчает наше пребывание на этой земле, как ее доли печали. Молите Бога на святые пророки Божии! С горящими святильниками истинной веры и сосудами, полными еле добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью! Молите Бога на святые ангелы и архангелы, Херувим и Серафимы, всенебесные силы престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн! Да даром Господь нам жаждует следовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе! Аллилуйя! Смертых из семей, и отправленных на военные действия на фронт, Никиту, Александра, Максима, Иоанна и неледом их нам, укрепи их Господи! Дай им силу устоять, не осквернись и чужой кровью, И постоянно повторять из Откровения 13.10, Кто ведет плен, тот сам пойдет в плен, Кто убивает мечом, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых! Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые, о всех, кто находится в вузах, в тюрьмах, в лагерях, в психиатрических темнице. Дай им силу устоять, быть верными Тебе и быть там истинными свидетелями. Монаха Сергия и Владислава Вара. Мы молились об Ильи, и так внезапно ответственно выделил я до суда, совершив это великое чудо в наши дни. Когда суди, как говорит нам Святая Библия, не оставляют и кости до утра, пожирая все. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Молите Бога о нас, святые отцы Василия Великий, Григория Богослова, Ян Златову, Сафанасия Великий, Ефрем Сирина, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корниевий, Ио, Сергий Радонеский, Стефан Пернский, Серапин Царовский, Ян Товольский, Ан Кронштадтский, Ан Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и Раним Стридонский. И все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас, да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысле ритиков и сектантов разрушит, разбей мечту преврате, как многих людей обольстил статана. Учение Церкви. Церковь основана в Тобой была, Господи, в первом веке, в доме Сионском, Гайгорницы и в доме Корнилия. Откроем глаза на том, не сейчас полторы тысячи лет от еритиков начало Церкви, а без Церкви нет спасения, ибо в Церкви не таинство все. Слава Тебе, Боже наш! Молите Бога о нас, святых жены и девы, Фёкла Первомущая, Сапатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь, София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалейна, Мария Египетская, Прискила, Акила, Адроника Юня, Киприяна, Устина. Да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани хосяческого поругания и насилия, исправь непокоримость Галины, семейства Евгения, Надежды, Людмилы, Виктория и Иоанна. Господи, сохрани наши сокровища в интернете, их администрацию благослови расположи к нам. Благослови трудящих на этом поприще Игоря Юрия, Димитрия, Виктора, Гавриила, Ольга, Вячеслава, Николая, Алексея, Гавриила. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Валентина, Никиту, Андрея, Марию. Слава тебе, Христе Божий наш! Просит помолиться об изгнании злого духа, вселившегося в них, Руссика, Ирину. А Егора не понимает это, в самом несчастном положении находится, во вражде с Богом одержимой. Помоги им и услыши наши молитвы, и Делоруссика устрои как тебе угодно, по воле Твоей Святой. Слава тебе! Хвала тебе, наш любящий Бог! Ибо иного мы не знаем. Господи, просили молиться о младенцах, чтобы они выросли верующими, послушными, истинными христианами стали, и стали благовестниками. Благослови, Господи! Анастасию, Лею, Ксении, Ксению, Юлианию, Исеве, Ездру, Игнатия, Марку, Ангелину, Алфея, Феодосию. Слава тебе, Христе Божий наш! Слава тебе! Найди отступников, отступивших от православной веры. Николая, Александра, Юлия, Евгения, Тамара. Найди многих, которые потеряли направление. И быть в этом повинны именно мы. Прости и устрои по воле Твоей, Святой. Благослови Виталия, Никиту, Николая. Дай им желание трудиться в поте лица, добывая Твой хлеб, и развивать таланты, которыми Ты наградил их. Хвала тебе, Христе Божий наш! Слава тебе! Прими, Господи, нашу молитву, воздяняй рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Божию. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты, Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий Его, как зиждитель. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешны. Прими, исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй их. Мы взываем к Тебе, любящий наш Господь и Бог. И о тех, кто не заповедовал молиться о них, кому мы вознесли слово истины, подарили Евангелие. Коснись их сердец. Побуди их привести покаяние и примириться с Тобой в этой жизни. И за гробом нет покаяния, приемлемого Тобою. Тебе, Божья, хвала. Тебе слава. Тебе честь и поклонение и благодарение за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Аминь. Потому что каждый раз мы говорим, что было вчера, где нас Господь благословил. Вы знаете, что мы вчера делали, чтобы не стеснять женщин, мужчины, там разделение, все это было. День прошел благословенный. И вечером, как всегда, перед крещением, в пятницу вечером, вчера, был кассер. Там были песнопения, прославление Бога, радость, которую нам Господь даровал. А тут еще рядом ягода поспела, пришлось с детьми там быть. Дикая ягода у нас. А если у вас такая, есть такая, есть клубника, и мы, может быть, еще сходим, кто тут будет оставаться. Закончилось тем, что восславили Бога и разочлили. Сегодня батюшка верил в 10 часов начала, так скажем, экзамена для тех, кто готовится к крещению. Помнить надо, что отзывы будут. Члены церковного совета только спрашивают, больше никто. И отвечать. Очень жаль, что Дыбанов Игорь Владимирович не смог приехать. На машинах мы запретили ехать, дороги размыты. Даже наша газель и та застряла. А поездом, ему трудно почему-то оказалось. Какие-то болячки тоже. Мы обоих вспоминаем, когда, ну, Бог знает, когда послать исцеление, когда продолжить болезнь. И вот если Господь благословит, то сегодня суббота. Все закончится. Батюшка исповедует людей, которых. И у нас будет так. Завтрак или обед в степи. Где мы раньше детский лагерь был. А устав тот самый. На свободе. Все вокруг скосе. Потому что в лагере деревья вокруг погода такая с благоприятным для комаров. А здесь ветер отдувает. Вот сегодня это должно быть. Мы там будем. Помня благодать Божию. Я был директор детского лагеря. То есть 45 лет. И Бог нас сохранил и защитил. А потом помолимся там, где была водонапорная башня бывшей потеряевки. Когда тоже ветер был на молитве, чтобы от комаров не отбиваться. И там помолимся. А вечером богослужение. С пяти часов начала. Кто с нами, тут вместе выходим пораньше. Как должны одеться? Вот я сколько раз говорил. Если рубашки без воротника, пришить воротник. Открыто. Если без воротника. А и там, видать, у нас не принято это. Тем более есть иголки и нитки. Есть сестры, которые легко это делают. Тут старшая поставлена сестра Лариса. Вот когда она добивалась через кого-то, я ее не видел в глаза. И сказать, взять ее надо. А никого еще нет ураны. Я не хотел ее брать. Незнакомый человек. А вот взяли, она главный повар стала. И все равно, как она руководила буквально всеми хорей. Быстро все делает. Никаких противоречий нет. Каждому мужчине мечта иметь такую жену или сестру, которая так помогает и работает. Видите как? Дело показало. Вот почему Яков 2 глава 18 из сих говорит. Ну скажет кто-нибудь. Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих. А я покажу тебе веру мою из дел моих. А что покажет человек, который ничего не делает? Но все это закладывается в самой юности. Вот у нас трудное положение было. Тут 2 отрока были. Явная буйная одержимость была. Но по милости Божией, видите как вот, что делать? Ну, видели, свидетели, их удержать ничего нельзя. Лет по 6 им, наверное. И уже легли спать. Я их разделил, чтобы вместе они не были. Мать не подходила. Но уже в пол второго ночи я был на ногах. Пошел туда, где дальний дом у нас, Таманны. Воспитатель хороший оставлен с ним был. Валерия. Мы отмели ребенка. Я ночью просил у Бога под звездным небом. Но сердце положено было соединить их. И у них еще два брата здесь. Чтобы братья за ними наблюдали и матери отдать. Я первый раз в жизни встречал, когда действия легиона демонов синхронные. Они не рядом. Другого не видят. В разных местах. Но если один. Сначала с бревок, с него пол ведра воды одной идет. Другой сразу то же самое делает. Один начинает издеваться, другой то же самое. Это страшное дело. И мать их здесь. Ну, по милости Божьей, вчера уже они начали немножко хотя бы есть. На ягоде были. И мало того, даже играть начали. Никуда нет. Мертвые. И причина какая в родителях? Причина в родителях? Зачатие в какое время было? Были ли венчаны? Не было ли поста? Ну, я свидетельствую о том, как Юрасов об этом говорил. Не свои слова говорила, а и Слово Божие. Амброси. И здесь надо начинать покаяние с родителей. А бывает так. Она только скажет забеременела. Паника. Что делать? Убивать? Не убивать. Но он нежеланный. Он мертвец. Его уже приговорили в утробе матери. А теперь, почему он такой? У нас у отца с матерью. Было два ребенка, десять. Пять мальчиков, пять девочек. Отец с матерью полкласса не кончили. Воспитания никаких не знают. Вообще-то мы не знали, что отец с фронта вернулся, руки нету по самой почти плечо. И как? Вот пасет овец, мы дома. Мать иногда скажет, отец сказал, смотрите тут, поливайте. А мы нельзя. Оно что скажет? Мы не знали, что он скажет, но такой страх был. А как он скажет? Он на солнце целый день, там не скроешься нигде. А вы тут не могли палить или там прополоть. Вот и все. Это Бог так делает. Это опыт. Родители дружим. Мы ни разу не слышали, чтобы мать отцу противоречила. Как это так? Он вышел за дверью, они что-то говорят. Не согласен. Отец скажет, что расставил от чугуны? Ребенок бежит тут за девятый. Он за этим смотрел. У нас ни один не обжегся. Все было. Охрана отца. И у него примеры такие были. Память феноменальнейшая была. Когда кто сказал в 30-е годы природскую власть, он называет человека и цитирует, что сказал. Считать ни мать, ни отец не знали. Вообще не знали. Никакой грамоты. Мать в 60 лет научилась, наверное, считать. И сколько они дыр претерпели. Мы ни разу не слышали, чтобы ругали они власти. Вот эта обстановка была другая. Я делюсь вот просто опытом, как из этого исходя, родители должны взять на себя вину. А когда начинать надо работать? У меня знакомый был один архимандрит. Я в сестру обратилась. Уже две недели. Ребенку она когда? Я говорю, на две недели опоздала уже. Пока он в утробе был, ты бы пела духовные песни церковные. Это все на ребенке отразается. Кто знает, пасет коров, то корова ближе трех метров не подпускает рогами. Ей надо простор. А овечки голова с головой рядом. И все время кричат. Почему? Потому что в утробе ягненок, ее голос, тембр другой. А когда они все плотные, их там полторы тысячи, они сразу потеряются. Она блеет. Корова мыщит. Название так. И он ее находит по голосу. Так и человек. Она молится, взывает в Богу, еще когда он в утробе. А многие даже этого не понимают и не знают. А вот он растет не такой. А какой он растет? Что он видит? Отец ему все позволяет. Если ребенок что-то где-то, он на руки хватает, поднимает. А мать мучается теперь с ним. И он такие истерики заказывает уже. Бьет по столу волоком. Но там смотреть не на что. Почему? Вот вопрос это. У нас этого не было. Чтобы отец, мать сказала или что-то. Все, пошли в школу. А жили так бедно. Помню, я первый раз прибежал в школу. Босиком. Снег. Я ноги под себя. Очернили, что там печка была, чтобы растаяла. Очернила какие? А мама делала из стекольного сокла. Вообще ничего не было. Десять детей живых было двенадцать. И ни одного больного. Как это так? А сегодня, мне восемьдесят шестой год, и я еще ни одной таблетки не съел. Ни одного мата не сказал. А у отца это было. У него вера была, но такая слабенькая. А потом уже по-христиански исповедался. Я делюсь простым опытом семейной жизни. И вот сейчас, некоторые не знают наш порядок. Мы говорим, у нас утром считается Слово Божие по блаженному феофилакту. И взяли на себя этот труд. Для меня это как подвиг. Две сестры уже несколько лет. И ни одного пропуска нет. Это Хапилина Валентина Сергеевна, Симоненко Ольга Николаевна. И они обе здесь, я их вижу. В различных часовых поясах. Все время они друг за другом идут. Если одно и что-то где-то, другая на подхвате. Вот нам живой пример. Валентина, Ольга. И молись о них. И дух ревности о деле Божьем, он поможет тебе. Вот есть люди, которые, может быть, обижены мною, я не знаю. Вот мы молимся здесь. И сегодня даже не сказал, сейчас скажу уже перед Богом. Михаил и Елена из Ивана приехали. Трудности с гражданством, с работой. Но все как-то улаживается. И квартира уже есть. И роман Екатерины Можина. Талант писать стихи. Это единственная, которая женщина в настоящее время, и она с нами находится. Ей многое Господь открывает. Ну, они получили, уже живут в домах. Теперь молимся о том, чтобы окрестные люди, они пришли к ним. Хорошие отношения со сведениями были. Мы все на контроле держим. Нам звонят, сообщают. Вот Рустик Гусейна. Он себя не найдет. Азербайджанец. Мучает его дьявол. Он везде заходит. Помолитесь о мне, братья и сестры. Каждый раз, когда заходят. Я держим злым духом. Это так святые советуют. Мы молимся о нем. Но пока не знаю как. А какая причина? Сам не умерло свое я. Я вон выходит и говорит. Выхожу из дома. А кто-то стоит. Боже, а что ты бороду отрастил? Высшее образование. Врач-рентгенолог. Я так и хотел бороду дать ему. За что? И везде только устроиться на работу. Работа хорошая. По специальности. Через день вдребезги со всеми. А ты что на меня так смотрела? Замуж захотела? Ну, такие слова выкидывает. Еще нельзя сделать. Сейчас теперь ему записался. Идти воевать. Ему отложили на два месяца. Питание какое-то может. Начинает два-три дня не пьет, не ест. Лишнее веса много. Бороду подстриг. Ну, ему запрещено здесь. Ему одну кошку оставили, остальной можно. А потом я его закрыл. Теперь только еще из Вячеслава. Что нужно ему передать. Он начал просто богохульствовать. Сквернить все наше сообщество. Ну, тоже надо знать, если опыт есть, какие меры. Но, все время обращается ко мне. Вы мой духовный отец. Какой его отец он не слушается? Он был в Италии, в жизни работал. Недавно он в Северной Корее был. И нигде не находит места. И все ищет невесту такую, чтобы она была такая-то послушная. А ты-то какой? Зачем она тебе нужна? Ужна 30 лет давно. Зачем? Он не уживется больше недели ни с кем. Я на все это отвечал, я на все это помню. Я его духовной тяги. Я дня не был. Если я отец, мое слово должно быть законом. Я ему говорил это. Ты все время будь на молитве с нами здесь. Правда, я сегодня его не видел, но уже с утра он долбил тут. Вот то и то мне там надо. И вот сейчас мы послушаем, что нам скажут сестры, считая Блаженного Фефилакта Новый Завет. Дорогие сестры, ваше время. Господи, Иисусе Христе, отвези уши и ночи сердца моего, чтобы мне услышать Твои слова, напомнить их и исполнить волю Твою. Иван Гелия Тарана, 1 глава, 29 стих. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говори, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, покадание Блаженного Фефилакта. Тот, кто настолько чист, что берет на себя и истребляет грехи прочих, очевидно, не мог принять крещение и исповедание, покаяние, наравне с прочими. И следуй, прошу тебя, и сие выражение, вот Агнец Божий». Слово это относится к тем, кого желает видеть Агнуса, о котором возвращает Исаа, 53, 78. «Он не сказал просто Агнец, но тот Агнец, так как Агнецов много, как и Христов много. Но Он есть тот Агнец, которого прообраз указан у Моисея, исход 12, и о котором возвещает Исаия, 53. «Христос называется Агнецем Божиим, или потому, что Бог отдал Него за нас на смерть, или потому, что Бог принял смерть Христа за наше спасение. Не сказал Иоанн, взял грех, но берёт, потому что Он каждый день берёт на себя грехи наши, одни через крещение, другие через покаяние. Агнецы, которых заколали в Ветхом Завете, не уничтожали совершенно ни одного греха. Но сей Агнец берёт на себя грех всего мира, то есть истребляет и сглаживает. Почему Он не сказал Иоанн грехи, но грех? Может быть, и потому, что сказал грех, Он сказал вообще о всех грехах, как мы обыкновенно говорим. Человек отколоть Бога вместо всего человечества. Так и Он здесь сказал, грех обозначил все грехи. А может быть, и потому, что грех мира состоял в непослушании, так как человек не зремился в страсти через неповиновение Богу. А Господь загладил это непослушание. Был послушник до смерти и ворочевал противное противным. Тридцатый стиль. «Се есть, о котором я сказал. За мною идёт муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Толкование. Перстом указывает его и объявляет незнающим, говоря, «Се есть тот, о котором я свидетельствовал пред Хорисеями, что он первенствует предо мною, то есть превосходит меня достоинством и честью. Он есть муж всякой души и жених церкви. Ибо апостол Павел говорит, «Я обручил вас, чтобы представить единому мужу, именно Христу». 2 Коринлянам 11.2. Так и Притеча говорит, «Я только друг женихов и последник, а муж идёт за мною. Я привлекаю души к вере во Христа, а он есть муж, который соединится с ними». С 31 по 34. «И я узнал его, но для того пришёл крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел духа, сходящего с неба, как голубя и пребывающего на нём. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь духа, сходящего и пребывающего на нём, тот есть крестящий духом святым». И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий, толковальный. Так как Притеча был родственник Господу, ибо ангел говорит тебе, «Будь Елисавета, родственница твоя, зачала». Лука 1, 36. «То, чтобы кто не подумал, что Притеча благоприятствует Господу и даёт о нём такое высокое свидетельство по родству с ним». Он часто говорит, «Я пришёл крестить в воде, чтобы он явлен был Израилем, то есть чтобы все могли прийти к вере, в него, и он был явлен народу, для того я крещу. Ибо когда я крещу, народ стекается, а когда народ собирается, то и я объявляю ему о Христе в проповеди моей. И сам он, будучи на виду, является присутствующим. Ибо если бы люди не приходили для крещения, как бы и ангел виле им Господа, не стал же бы он ходить по домам и, водя за руку Христа, указывать на него всякому. Посему и говори, «Я для того пришёл крестить в воде, чтобы он явлен был моим людям, приходящим во крещение. Отсюда же узнаю, что чудеса, приписываемые Христу в отрочестве, ложные и сложные темы, кои хотели осменять таинства. Ибо если бы они были истинны, то как не знали бы Господа, совершавшего онлайн? По крайней мере, неестественно, чтобы о таком чудотворце не было всюду разглашено. Ибо прежде крещения Господь не чудес не творил, не прозвался известностью. Я, говорит, и не знал его, но Отец открыл его в крещении. Но спроси ты мной, если Иоанн не знал его, как же Евангелист Матфей 3,14 говорит, что он удерживал его и говорил, «Мне надо докреститься от тебя». На сие можно ответить и то, что слова «не знал его». Нужно понимать так, что задолго вперед и до крещения Иоанн не знал его, но тогда во время крещения узнал его. Или можно и иначе отвечать, хотя Иоанн знал об Иисусе, что Он Христос, но что Он будет крестить Духом Святым, сие тогда узнал, когда увидел Духа, сходящего на него. Итак, словами «я не знал его» Иоанн даёт разуметь, что Он хотя не знал, что Он будет крестить Духом Святым, но знал, что Он превосходнее многих. Почему, зная, наверное, что Он больше всех, Иоанн, по словам евангелиста Матфея, удерживал его? Но когда снишёл Дух, то Он ещё и с ней узнал его и прочим проповедовал о нём. А Дух явился всем присутствующим, а не Иоанну только. Почему же, скажет иной, не уверовали? Потому что неразумное сердце их омрачилось так, что они, видя Его и чудодействующим, не уверовали. Некоторые уже говорят, что Дух они все видели, а только благоговейничали. Ибо хотя Дух не шёл и чувственно, во ему прилично не видится не всем, а достойным, так как и пророки, например, Даниил и Эльзекииль, хотя многое видели в чувственной виде, а также никто другой не видел того. И я видел из-за свидетельствов, что все есть Сын Божий. Где же Иоанн свидетельствовал об Иисусе, что Он есть Сын Божий? Этого нигде не написано. Агнецем он называет, а Сына Божьим нигде. Отсюда, естественно, предполагают, что и очень многое другое оставлено апостолами без записи, ибо не всё записано. С 35 по 37 стих. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников Его, и, увидев ведущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий». Услышавши от Него сие слова, оба ученика пошли за Иисусом. Так Агнец. По причине легкомысля слушатель Иоанн принуждён повторять одно и то же, чтобы, по крайней мере, непрерывным свидетельством произвести что-нибудь. Иоанн обманулся, но привёл двух учеников ко Христу. Будучи истинным невестово-водителем, Он делал всё для того, чтобы приводить человеческую, привезти к Её жениху. Посему и Христос, как жених, молча, а всё возглашает последнее. И Господь, как жених, приходит к народу. На браках обыкновенно не невеста приходит к жениху, но жених к новесте, хотя бы он был и царский сын. Так и Господь, желая уневестить себе природу нашу, Сам сошёл к ней на землю. И когда брак совершился, взял её самую, когда вознёсся вдоль Отца Своего. С 38 по 39 стих. Иисус же, обратившись и увидев их идущий, говорит им, «Что вам надо?» Они сказали ему, «Ради», что значит «учитель». «Где живёшь?» Говорит им, «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живёт, и пробовали у него день тот. Было около десятого часа. «Толкование». Евангелист Матфея, рассказав о крещении Господа, тотчас возводит его на горы для искушения. А настоящий Евангелист, опустив сказанное Матфеем, повествует о случившемся пассажирстве Господа с горы. Итак, ученики Иоанновы следуют за Христом и идут к Нему после того, как Он сошёл с горы и вынес искушение. Никому не нужно вступать в звание Учителя, прежде чем Он сойдёт на высоту добродетели, ибо сие означает «сагорою» победить всякое искушение и будет иметь знак торжества над искусителем. Невероятно, они стыдились и боялись Иисуса после свидетельства Иоаннова, что Он выше человека. А ты, прошу тебя, поделись их благоразумием. Они не только пошли вслед за Иисусом, но и называют Его раби, что значит учитель. И будет Он тогда, как ещё ничего не слышали от Него. Впрочем, желая чего-нибудь научиться от Него наедине, они спрашивают Его, где живёшь. Ибо в тишине удобнее и говорить, и слышать. Господь не сказывает им признаков дома, но говорит, пойдите и уйдите. «Поступает так для того, чтобы ещё более привлечь их к последованию, а вместе и обнаружить силу их желания в том случае, если они не затрудняются дорогою. Ибо если бы они пошли за Иисусом с чувством холодным, то не решились бы идти до дома. Каким образом согласить то, что Христос здесь представляется имеющим дом, а в другом месте говорится, что Сын Человеческий не имеет, где голову преклонить». Лука 9, 58. «Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе!» «Осех, всех, Христос!» «Спаси Христос, сестра!» «Спаси Христос, сестра!» «Спаси Христос, сестра!» «Аллилуйя!» «Слава Тебе!» «Спаси Христос, сестра!» «Так, не торопитесь, спаси Христос!» «Спаси Христос, сестра!» «Аллилуйя!» «Маша Ваше!» «Побеседуем». «Вот видите, у нас одно только налаживается, другое опять... «Вот Юрий, это подлегаев, он был уже с этим всем. Он тогда был просто непослушный, а сейчас он, ты видишь, как буйно ведётся. «Это старший!» «Ага» «Старший!» «Это другой, старший!» Это другое? Старший, старший. Тоже был. Так он тогда был спал. Первый раз он был спал, да? Был, он знает. Да, да, даже в этом году. Вот так и в физике. Его и на минуту нельзя оставлять одного. Вот такую даль ехал. И только теперь над ним будет трястись. Вот ракован что-то. Вот сюда мотаются. Это блатные так делают. Вот здесь вот зацепи. Заберни. Подшить и все. Он уже трясет. Видя, что он его такой, говорить не надо. Он зубами всыпился ему в руку. Это зверь. Кровожадный зверь. И отец, он может лезть спать. Он его может уничтожить. У нас... Вот армянка есть, кажется. Ну, отец вообще сына вводил на охоту. Кто там, учил стрелять. А тут он что-то в школе наделал. Но отец его, видимо, наказал. И когда мне идут спать, он взял отцовое ружье. И обоих пристрелил в постель. Закрыл одеяло, пошел в школу. Честра звонила за звуком. Ответа нет. И когда она пришла, он увидел, что уже третий день лежат в трубе. Я чистил, да? А его что? Ему нет еще 16 лет. Самые больше 10 лет. Ну, какой же это суд-то? А дальше что будет? А тут один приехал на Горный Алтай. И машина у него хорошая. Бывает, покупает машину. И вот Саран один заметил. И он в шалаш поставил. Рядом течет приток Бия Катунь. Кажется, Бия. В шатре. А этот, который увидел его, ему охота покататься на машине. Один, Руслан Зимович. Он рядом камень, залег за него, принес ружье. И как-то он вышел из палатки, он тут же пристрелил его. Жена закричала, выскочила, он убил ее. А дети, которые были с ними, он булыжником всех. И всех столкнул в воду. 10 лет. Еще и до слова грядет. Какая власть? Смерть за смерть. А как? Никак. Приносят такое. Сделают комарез или как домашний судье. И чтобы он жил с ней. По-другому никак. Он тебе нужен? Он пусть будет у тебя. И он закончит эпопею на тебе и на твоей дочке. Вот у нас такие, вот с этим маленько наладилось, с этим не будет. Но у нас и времени нет на это. И у нас шаг нельзя отпустить. Что он сделает? Он неуменяемый. Вот привозят такие, ни слова не говорил. Он как свалился откуда. Его, знаем, он больше занимается юридическими делами. Расположены. Помогает. Советам где? Игрукова. Если такое дело-то будет, я его не могу. Он остается со всеми спать. Что делать? Не знаю. Она донулись. Единственное, что можно сделать, это сегодня же его голову отправить домой. А он такие расходы где-то под Москвой живет. Вот так. Имеете ответственность большая, огромная. Маленько так, приглядываясь. Вы, видишь, вы сторонние. Что-то начало делать это. Не участвует негде. Но плодами того, что делает другой, ты по неволе фундамент. У нас 7 часов. Сейчас уже 6-7 час. Завтрак. Ага. Который готовится к окрещению. Они должны написать, ответить на вопросы. Я бумагу приготовил. И тогда пойдем. Там не отказано быть. У меня храм с обратной стороны, в школе там, в спортзал. К окрещению у нас добавлялось, а нынче резко уменьшилось. А почему? Да потому. Потому что у Бога широкий диапазон. Посмотрели? Тогда было 18-28 человек. А они еще только 10. И кто будет еще допущен? А почему так? Я вчера спрашиваю. Вот брат Вячеслав сидит. Он там, который вы знаете. Сколько у него крестило? 10. Это все отсюда начало-то. В других местах, которые люди услышали, как правильно заниматься надо. Священников находят. Которые моченых крестят. Вообще не было никого. А сейчас сколько уже таких? А теперь всех вместе-то возьми. А вот, когда Петр проповедовал, обратилось 3000 человек. 3000. А сегодня? Но сегодня по всему миру не 3000, а 30000. Тогда у нас и церковь в одном месте было. А теперь-то везде обращаются люди. И потом благодать Божия действует. Нас Бог сродняет. Мы понимаем, о чем говорим. Вот два брата, Вячеслав, Николай. Они работают по книгам, которые у меня готовы выйти. Материалы огромные. Огромные просто. Проповедь о свете Святой Библии. До этого книги у нас были. Которые я отдельно издавал. 38 томов. По 752 страниц. 752. Вот они стоят. 30 томов. Вот это вот. Это мои книги. А потом тут у нас появились проповеди в стихах уже по 880 страниц. Уже 4-х томных. 4 томных стихотворной формы стихи. Такого никогда не было. Еще с указанием напротив каждой строчки. Откуда мысли взяты. По 9 куплетов. Эпиграф из Библии. Это тоже никогда нигде не было. Никогда. За всю мировую историю. Нигде нету. Там Пушкиник. Карасов. Том, что писали. Здесь все о Буге, о Вечности. С указаниями из Писания. Они ни разу нигде не указали. У меня на одном стихотворении. Нет, 36 раз надо открыть Библию. 9 куплетов. По 4 строчки куплета. 9 и 4, 5, 6. И вот теперь готовят эти. Теперь 7 томных. 7 томов. Каждый том 1305 страниц. Формат. Высота. Ширина. Даже больше еще могут на этой книге. Это один экземпляр. 7 томов таких. И вот он. Все они видят. Корректировка там была. И кое-как обновляли ошибки. Помогали. Видео там играть эти уборки. 68 человек. Они никогда не считали Библию. Слова не понимают. Там такая драконавра. Рядом на двух работают. Даже закончить. Вот я сразу. Столько предоплата. А предоплата, как правило, третья часть. 3 миллиона 700 тысяч. Вот так. А потом уже выкупать. Где-то было в Можальске. А сейчас в Витебске. А оказалось, что это их отделы. Когда заходит, там на дверях написано. Разогнать комаров от себя. Отогнать, чтобы не завести суда. Слава Христу. У нас не запрещено снимать. Вот. Брав Николая. Не снимает или это? Чтобы вас это не удивляло. У кого есть честь снимают. Где нельзя, мы там скажем. Нельзя. По причине, что не время. В храм придешь, снимать нельзя. У нас тоже. Батюшка там ходит. Не я. Но во время, когда литургия верных идет. А которая заканчивается, снимает все. Или в самом начале. Не надо там крутиться, выходить. Ну так, аккуратно. Разрешается снимать. Мух с моим. Потому что, если оно добро, и он прятает. Все. Да, да. Да, да. Спутник Антенны, походу. Да, вот. Читайте вместе. Слово Божие. Мало, мало. А? Мало читаем. Мало читаем. Мало читаем. Ну вот и поведение. Надо вставать на молитву. Надо труднуться. Это не просто так. Человека из бездны ада вырвать. Надо вставить. Как апостол Павел говорит. Ежедневное стечение народу перечисляет. Невероятно. Это Бог делает так. Вот мы никогда друг друга не знаем. Вот трое сидят. Мы друг друга не знаем. А Господь сродни, как будто бы мы вместе жили. Одни родители. Почему? Духовный. Отец один. И такое сродство, что с земным вот этим даже сравнить нельзя. Бог дает такое утешение. Так. Вы свободны. Можете там пойти. Во дворе можете гимнастикой позаниматься. Да. Еще не забудьте. Там подойдите к сестрам. Привет. Забудьте. Чтобы кисти защипывали. У него есть одежда. А? У него одежда есть. У него одежда есть. Другое? Есть одежду. Я сказал почему. Смотри поясок. Вот так в сторонку ему. И чтобы тут не болтались концы. Значит развязать. Потом на этом месте. А в одном направлении когда соединиться. Тогда обрежите. Понял. Так успевай. Так подожди маленько. Сейчас. Как знать-то падли? Падли. 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 Да заходи Глент. Все вы заходите. Порошки взяли. Да. Все взяли. У него не было? Было. Все с дугом. И не с дугом. Хранится не только. Работы тут никакой нет. Занимайтесь. Так. Ну как? Ну как. Ну как. Продолжение следует...